Дорогие телезрители, ипотека воплощает мечты о собственном жилье, в реальность. Новая программа Россельхозбанка рефинансирования ипотечного кредита поможет снизить переплату по ней. Сегодня у нас в гостях директор Якутского регионального отделения акционерного общества Россельхозбанк, народный депутат Республики Саха, Якутия Василий Тимофеев и начальник отдела розничных продаж якутского регионального филиала Россельхозбанка Евдокия Мигалкина. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня, дорогие телезрители, они дадут телезрителям простые советы. Как же можно уменьшить переплату по действующей ипотеке? Очень интересная тема, и я всегда спрашиваю, начиная с того, как у вас настроение этим утром. Прекрасное настроение. Хорошо. Итак, первый вопрос. Как давно в Россельхозбанке действует программа рефинансирования ипотечного кредита? И насколько она популярна сейчас у горожан? Ну, программа совсем новая, поэтому большой интерес у населения, потому что все-таки в 13-14 годы ставки по кредитованию достаточно высокие были, доходило до 15%. Поэтому у населения очень большой живой интерес именно к ипотеке и рефинансированию. Чтобы уменьшить, как раз эти проценты. Да, уменьшить уже внешний платеж, потому что разница 3-4%, это, если посчитать на 20 лет, это очень существенная сумма выходит. Поэтому население очень интересуется, очень много заявок. Ставка начинается от 9,3. На текущую дату на рынке самая низкая ставка. Меньше 9,3 ставка как бы нет. Вы имеете в виду, по республике больше ниже ставки? Ну, по России. Вообще по России? По России, да. Это ставка такая самая низкая, поэтому для населения это очень такая существенная мотивация, чтобы рефинансировать кредит. А немножко такой вопрос интересный. Стоит ли еще подождать? Может быть, ставка еще уменьшится? Или, как думаете, сейчас лучше всего? Ну, лучше всего сейчас, потому что может увеличиться. Никто же не может сказать в нашей стране. Что произойдет на рынке, да, неизвестно? Да, на рынке неизвестно. А вот по условиям кредита, какую сумму можно рефинансировать? Есть ли ограничения минимальные и максимальные? Ну, максимальная сумма у нас до 5 миллионов именно на квартиры, которые были приобретены на территории города Якутска. Есть у нас также клиенты, которые приобретают квартиры в центральных городах России. Это Москва и Питер. Там у нас до 20 миллионов. Ну, минимальная сумма есть, конечно, такое понятие, но там от 100 тысяч получается. Ну, это вряд ли это проговорит такой вопрос. А срок есть ли тоже ограничения? По сроку? По сроку у нас максимальный срок кредитования до 30 лет, по возрасту до 65 лет. Хорошо. А тут, ну, рефинансирование предлагают многие банки. Никому не ликует, это не секрет. А что может предложить Россельхоз? Какие преимущества есть? Ну, преимущества, вот, основные вот две. Первое, это преимущества, первое, это рефинансирование, рефинансирование уже кредитов. Это даже есть такое понятие, да, которое, ну, довольно-таки необычное, но это позволяет для клиентов еще раз рефинансировать свой кредит. Извиняюсь, рефинансирование, рефинансирование? Рефинансированных кредитов. Это получается уже второе рефинансирование, ну и существенное снижение процентной ставки. И второе отличие – это дифференцированный платеж. Большинство банков, в основном на рынке, это аннуитентный платеж, человек платит в одну и ту же сумму, но переплата там довольно существенная получается. А если там дифференцированный платеж, ну, первый год-два довольно существенная сумма выходит, но потом уже идет большая экономия, потому что основной долг сначала погашается, ну, параллельно с процентами. Ну, в последующем сумма процентов и уменьшается существенно. Поэтому дифференцированный платеж – это платеж, который позволяет клиентам сэкономить тоже. Выгоден для клиентов. Выгоден. Для клиентов выгоден. Так, хорошо. А кто, кстати, может рассчитывать на такой кредит? Если вот мы говорили про ограничение на сумму кредитов, а какие есть требования к заемщикам? Ну, требования к заемщикам, они у нас стандартные. Старшая работа у заемщика должна быть на последнем месяце не менее 6 месяцев, возраст от 21 года до 65 лет. И действие кредитного договора основного, да, по рефинансированию кредита, если надежный клиент, то есть если человек оплачивает без просрочек в течение одного года, тогда 6 месяцев, ой, 6 месяцев последний там. А если, а вообще там от года, ну, если бы были бы там у некоторых людей просрочка 1-2 дня, да, то мы смотрим, основной договор должен действовать не менее 12 месяцев. И какие документы нужно принести? Вот я захотел рефинансировать свою ипотеку, там 14% было, на 9-10%. Ну, в основном, тот же пакет документов, да, вот это паспорт, трудовую книжку, 2 НДФЛ, ну, и документы по ипотеке, это кредитный договор, ну, и справка об остатке судной задолженности. Ну, подробную информацию вы можете получить именно непосредственно у нас в офисах, в Якутске, это Пушкино, 12 и Ярославского, 19 и в 14 улусах, в присутствии Россельхозбанка. Мы всегда рады клиентам, готовы встретить и полностью проконсультировать, начиная от каких документов, заканчивая, какая будет экономия от рефинансирования. У нас еще немножко времени осталось, поэтому хотел уточнить, ну, вернее, не уточнить, а спросить, для многих телезрителей, ну, ипотека, многие еще ипотеку не взяли, а есть еще рефинансирование понятия, да. Как проходит это рефинансирование? Вот, допустим, у человека есть ипотека, он подает, допустим, у вас в банке заявление на рефинансирование, через какой период, примерно, идет согласование? У нас вообще рассмотрение первичного этапа от одного дня, максимум, там, три дня, да, если это клиент, там, зарплатник, бюджетник, в среднем один день у нас рассматривают. Зарплатник это? Клиент, который у нас получает заработную плату. Рассмотрение идет в среднем один день, мы одобряем сумму, говорим клиенту, что у вас одобрено, и клиент приносит документы по объекту, по квартире, это свидетельство, там, документы основания и оценку. Проверяем, там, документы по объекту где-то, там, тоже один день, и на следующий день уже у нас подписание идет. Мы подписываемся на кредитный договор, и человека уже направляем в рекпалату для перезалога. Деньги направляются сразу напрямую в банк-кредитор, и погашается, а потом уже в перезалог данного объекта в сторону Росфирхозбанка. И в среднем этот цикл как много времени занимает? Ну, от пяти до десяти дней. Достаточно быстро происходит, да? То есть это решение, собственно, у вас как кредитора и оценка, получается, всех документов. Все стандартно, стандартный набор документов, и по срокам тоже получится. Как бы оно не особо отличается от обычного кредитования, просто-напросто это процесс, время занимает только по регистрации ипотеки. Большое спасибо, что встретили это утром вместе с нами, поделились этой интересной информацией. Желаю вам удачного рабочего дня. Субтитры создавал DimaTorzok